Слово Церкви На самом деле, если не различать, не проводить разницы между иконой и идолом, то, конечно, все можно свести к идолопоклонству и посчитать это нарушением заповеди. Во второй заповеди говорится о том, что из того, что нас окружает, все, что нас окружает на земле, на небе и под водой, всякие рыбы морские, присмыкающиеся гады, мелкие морские растения, всяких звездочек, из всего этого нельзя делать себе Бога. То есть из любого сотворенного явления, в том числе и самого человека, особенно из части его тела, как это у нас было в славянском язычестве, нельзя творить Бога и поклоняться Ему как Богу. Вот что говорит заповедь. Люди, не вникающие в смысл заповеди, сразу же, особенно относятся к протестантствующим, начинают и православные иконопочтания, все это сваливать в одну кучу и считать, что все это есть идолопоклонство. Но я еще раз повторю, разговор идет о том, чтобы что-то из сотворенного Богом сделать Богом и поклоняться Ему как Богу. Вот это действительно есть нарушение. Христиане, особенно православные, эту заповедь не нарушают. Икона идолом не является. Идол всегда – это олицетворение каких-то сил космоса. Всегда. Икона является свидетельством о реально существующем живом лице, то есть живом существе, которое по окончании земной жизни перешло в мир иной. И эта живая личность составляет небесную церковь, если мы говорим о святых. Но если мы говорим о Господе Иисусе Христе, то это глава церкви, это уже не просто какой-то человек. Это глава церкви, это царь царствующих, Господь господствующих. Второе лицо Святой Троицы. Икона почитания само по себе стала возможным благодаря тому, что сам Бог, второе лицо Святой Троицы, стал человеком. Вот поскольку сам Бог восхотел стать человеком, облегся в человеческую плоть, то в этом смысле и икона является в некотором смысле изображением того святого, к которому мы тоже обращаемся. До воплощения мы не знали, как выглядит Сын Божий. Да и мы знать не можем, потому что это духовное существо, абсолютно чистый дух. Но когда он стал человеком, мы смогли его изображать и можем его изображать. Икона почитания даже на уровне терминов, что касается греческого языка, имеет свое четкое отличие и деление, и различие от терминов, относящихся к поклонению Богу. А в греческом языке есть два важнейших термина – дулия и латрия. Служение, которое именует словом латрия, относится только к Богу. Почитательное поклонение, то есть благоговение, уважение может относиться к святым. Если мы откроем Ветхий Завет, где очень жестко вот эта заповедь применялась ко всему, что было. То, что вы сейчас процитировали, второй заповедь закона Моисеева, а не сотворив себя кумира, она очень четко, беспрекословно выполнялась. Икон тогда не было. Но люди, встречая друг к другу, кланились до земли, лыбазали край одежды и делали многое из того, что мы сейчас делаем по отношению к иконам или мощам святых. То, в чем нас опрекают, обсуждают, осуждают, критикуют и считают, что это идолопоклонство. Но Ветхозаветные евреи не были идолопоклонниками. Там патриарх Яков, Авраам и многие другие. А вы откройте и внимательно прочитайте. Кроме того, тогда надо считать идолопоклонникам самого Моисея, которому Бог повелел сделать изображение херуимов и серафимов на стенах скинии. Нельзя же изображать ничего, говорите вы. А тогда почему Моисей по повелению Бога изобразил? Изобразил же на стенах скинии эти небесные творения? Изобразил. А это же ангельские, все ангелские. На каком основании мы их изображаем? Так им и почитание воздавалось соответствующее. То есть надо глубоко и серьезно вникать в смысл заповеди и понимать, что одно дело – икона как символ присутствия, как живое наглядное свидетельство того, что святой вместе с нами. Другое дело – идол. Вот если этой самой иконе, вот этой доске, на которой есть изображение, мы начнем поклоняться как Богу этой самой доске, тогда это будет идолоплаклонство. Но, как говорит Васильевнике, честь, воздаваемая образу, переходит к первообразу. Мы обращаемся не к доске, а к тому, кто на ней изображен. А это две разные вещи. Потому что, когда мы обращаемся к идолу, мы обращаемся к тому, кто не существует. Допустим, представим себе, что этот святой тоже безвозвратно умер. Допустим, как верят святые леговые и другие, нет человека после смерти, все, он анагилировался. Душа его умерла, тело умерло, его больше нет вообще ни в каком виде. Но он же существовал как человек, существовал. То есть, это была живая личность, присутствие которой в истории зафиксировано различными документами, свидетельствами близких, родственников, друзей. Правильно? Правильно. Что получается? Получается, что тем не менее, мы обращаемся к живому существу. А когда мы изобращаемся к Перуну, или Зевсу, или какому-нибудь Велесу, или Юпитеру, или Меркурию, или кому-то еще, то в данном случае правомерно ставить вопрос, а что это за живые существа, или олицетворенные силы космоса, в свое время таким образом сконструированные с предстоятелем древнего человечества. Когда человек плывал по морю, во время бури ему становилось страшно. А веру в живого Бога он утратил, поскольку человечество само по себе утратило общение с живым Творцом после их падения. Нужно было каким-то образом кому-то помолиться. И человек представил себе, что какая-то сила стоит за этой бушующей стихией. Надо ей поклониться, ее удобрить, умилостивить, задобрить и попросить успокоиться, чтобы человек мог плыть дальше. Вот он придумал, что это есть некий Нептун. И вот он к нему обращается. Осуществует ли это вообще на самом деле Нептун? Вот Нептун это и есть идол, понимаете? Когда мы еще какое-то ему сооружение построим, еще его каким-то образом изобразим, как нам представилось. Вот это и есть идол. И поклонение ему запрещено второй заповеди. А икона Иисуса Христа это не идол. Это изображение Бога, ставшего плотью. И как постановил Седьмой Вселенский Собор, есть определенные способы выражения нашего поклонения. Одно дело Богу, другое дело святым угодникам Божьим. Вот когда в Византии действительно имели место различные формы грубого невежественного иконопочитания, когда краску с икон счищали, сыпали в чашу и причищались, когда икон брали в свидетели на венчане, да, вот были такие формы заблуждения. Ну тогда, конечно же, появились иконоборческие споры, появилось иконоборчество как феномен. А не только потому, что там само иконопочитание было неправильным. Потому что, простите, можно почитать святого, а можно почитать камень с того леса, где лжил святой. Вот это уже будет идолопоклонство. Как некоторые люди, даже сейчас у нас в церкви, собирают камушки, привезут их из деревьев, говорят, вот тут-то вот Серафим Саровский где-то там на камне сидел. Ну простите, в чем тут камень? Но дело Серафим Саровский, двое дело, камень. К камню мы кланяемся не можем, потому что это есть чистый вид идолопоклонства. А Серафим Саровский мы почитаем, как наш великого угодника Божий. И как он сам сказал, человек, который пламенел молитвой, видел и самого Иисуса Христа, Божья Мать, в этой разу, сказал, приходите ко мне на могилку и обращайтесь ко мне. Неужели Серафим Саровский искренне заблуждался в том, что он жил? Да не заблуждался он, конечно. Он знал, что говорил, потому что говорил это от Бога. Потому что есть живое общение между нами и святыми. И как раз иконы облегчают, способствуют этому живому общению. Мы обращаемся к святым, как реально живым свидетелям нашей духовной жизни и нашего спасения. Это живые люди, они предстоят перед Богом. Это церковь торжествующая, небесная. Как мы знаем, вся церковь состоит из двух частей. Небесная торжествующая, наша земная, воинствующая. И вот иконы, они как бы эту связь обеспечивают между нами и этой церковью. Когда мы заходим в храм и видим окружающие нас образы угодника Божия, мы знаем, что они вместе с нами. И гораздо легче молиться, когда есть эти иконы, чем когда вообще нет ничего. И голые стены. Иконы имеют несколько значений. Это и духовно-символическое, это и назидательное, и дидактическое значение. Об этом все можно сегодня прочитать в литературе. Было бы желание не просто рогом упереться во второй заповедь и почитать, что православное все и дало поклонники, а просто попытаться разобраться честно и непредвзятое. И поверьте, что Господь вразумит вас, и вы поймете, что на самом деле, почитая святые иконы и угодников Божьих, мы не поклоняемся идолам. То есть православные христиане – это не идолопоклонники. В Библии сказано, что шесть дней трудись, а седьмой день отдавай Богу. Я так понимаю, что в этот день обязательно посетить утреннюю и вечернюю службу, или хотя бы одну из них. А что нужно делать в остальное время дня? Я в воскресенье работаю. То есть получается, что совершаю грех перед Богом. Не будет ли считаться грехом, если я буду посещать службу, остальное время работать? Или в этот день надо делать что-то? Или что надо в этот день делать, чтобы сказать, что в этот день я действительно посвятил Богу? Андрей. Если вы откроете Евангелие, то увидите, как по поводу отношения к субботе у иудивней неоднократно вспыхивали конфликты, возникали с Иисусом Христом, с нашим Спасителем, Учителем. Почему? Потому что у них было такое обостренно-привратное представление в те времена относительно отношения к субботе, относительно почитания субботы. Но, как мы видим из частых ответов Христа, в субботу или в день воскресный для нас не запрещается делать никаких добрых дел. Конечно, первое главное доброе дело – это, конечно же, участие в общественном соборном богослужении. Обязательно первым делом надо, конечно, приходить на службу и желательно, конечно, регулярно подчищаться. И вот когда мы помолились Богу, поучаствовали в службе, тогда уже можно выходить из храма и постараться сделать в этот день какие-то добрые дела. В идеале это, конечно же, какая-то помощь людям, страждущим, нуждающимся. Но если вы обременены какими-то семейными обязанностями, Самые простые вопросы, допустим, для жителей городской среды, города, пожалуйста, берите детей и езжайте куда-нибудь хорошо провести досуг. Детям нужно отдыхать, немного развлекаться, можно поехать в какой-нибудь зоопарк, куда-то еще, во что-то поиграть, понимаете. Но в древности, когда мы читаем Клавдию Концевич, даже в дореволюционной Руси, еще буквально в начале 20 века, многие христиане собирались с семьями, читали священное писание или духовную литературу, потом обсуждали. Дети в это время играли в детской, тоже проводили очень время благочестиво, рисовали каких-то ангелов или святых. И все это было как бы сочетанием полезного с приятным. Ну, если нет возможности собираться читать писание, может быть, традиции утрачены или нет такого понимания желания, уж хотя бы постарайтесь провести время с семьей, провести его хорошо, с радостью, потому что действительно это день-день отдыха и покоя, нужно отдыхать. Мы сегодня настолько уже загрузили себя трудом, что часто вот забываем про то, а вообще когда и как нужно отдыхать. Отдыхать тоже нужно уметь, правильно и грамотно. Можно сходить на какой-то концерт, на какое-то мероприятие, на какой-то хороший просмотр, какого-то хорошего фильма. Это действительно правильное, грамотное времяпровождение, сочетаемое, так сказать, с досугом, с отдыхом. То, что действительно нужно первым делом, так сказать, конечно же, литургия. И желательно на этот день, конечно, не копаться на огороде, вот, не лежать под машиной в гараже, понимаете, там, не заниматься какими-то там уборками. Но если есть острая необходимость, Господь не запрещает, лишь бы это дело не пошло как бы во вред нашей душе и нашему телу. Дорогие братья и сестры, время нашей программы подошло к своему завершению. Мы ждем ваши вопросы. А вопросы священнику можно задать через сайт телеканала cm7info.ru Божье благословение пусть пребывает над всеми вами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok